Одно пальто, которое стоило 15 или 16, а я его взял за 2,5. Что почему бы вам не экономить настоящие деньги? Но есть лайфхак, еще один, про который нужно и важно знать. Ребят, всем привет! Это то видео, про которое вы у меня давно уже спрашивали, потому что я его когда-то, да год, наверное, назад анонсировал, и все никак его не снимал по определенным причинам, о которых сейчас скажу. По названию вы поняли о том, что мы сегодня будем говорить про бюджетный шоппинг. Настолько бюджетный, что вы даже не представляете. Это, конечно, не секонд-хенды, но, ну, слушайте, кое-что, наверное, получше, потому что мы сегодня с вами будем говорить о том, как нам с вами обхитрить вот все эти индетекс-магазины по типу Zara, Pull&Bear, Bershka, Massimo Dutti, но по большей части мы будем говорить о Zara, потому что по ходу видео я вам объясню, почему на Zara это работает идеально, ну и, в принципе, она нас с вами интересует больше всего из этих магазинов, так как там есть все. H&M к этому видео не относятся, холдинги H&M, да, вот то, что, да, запихано, это у нас в этом видео этого не будет, и какие-нибудь Glory Jeans и так далее, не знаю, там же есть холдинги, это тоже сюда не относится. Запомните, мы говорим сегодня про NDTex, и не записывал я вам это видео, потому что меня-то в Zara ненавидит за то, что я пользуюсь каждый сейл этой тайной-тайной схемой, про которую даже не все, в принципе, работники-то знают, потому что до нее нужно догадаться, вот. Но теперь я с вами ею поделюсь, и меня будут ненавидеть просто все, конечно, да, кого я там еще знаю, таких уже немного, благо, но, ребят, да, те, кто еще там, с кем я общаюсь, простите, пожалуйста, но я обещал своим зрителям, поэтому я делюсь. Окей, давайте начнем. Поздняя ночь, распродажа начинается уже скоро, у меня как бы вторник, а начнется она то ли в среду, то ли в четверг. Надеюсь, в четвергу я это видео смонтирую, поэтому этой ночью, когда я снимаю это видео, я даже отказался от того, чтобы пойти куда-нибудь, вот. Но зато вы можете выпить. За меня, у меня так, бокальчик, как бы, для приличия уж по привычке ночью, да, нужно... Из того, в чем игристое, в принципе, пьют что-нибудь хотя бы хлебнуть, пусть будет вода. Окей, как же эта схема работает? Почему распродажа? Что нам с вами нужно? Буду вам рассказывать просто, как своим друзьям, да, без сценария, без всего. Готовьтесь слушать, поэтому реально запаситесь чем-нибудь игристым, дабы вам было проще и легче воспринимать информацию. Смотрите, что мы с вами делаем, да. У нас с вами начинается распродажа и перед распродажей, и во время распродажи мы с вами, вернее, не то, что перед, а вот во время распродажи у нас с вами закрывается возможность заказа с интернет-магазина. А нас с вами интересует именно интернет-магазин, я сейчас объясню, почему. Как работает схема заказа в интернет-магазине, в магазинах Zara, в магазинах Massimo, Dutti, Bershka, Plumbir, да. Везде они могут немного отличаться, возможно, даже в регионах они отличаются, но буду говорить вот именно сейчас по Zara. Вы заказываете определенный товар, он к вам летит, и потом он еще 10 дней хранится на складе. То есть вы должны понимать, да, то есть товар пока соберут, пока его отправят, пока он долетит, пока его транспортируют в магазин, проходит определенное количество суток. А во время распродажи, так как загруженность максимальная, вещь будет лететь больше. То есть в мой город, Новосибирск, они летят, как правило, около 5 суток. Во время распродажи она может лететь 7, 8, 9, 10 суток. Об этом вас предупреждают, и вы к этому должны быть готовы. И после этого она еще 10 дней будет храниться, в общем-то, в магазине. А теперь объясняю... Ох, боже мой, реально без игристого тяжело. А теперь объясняю, в общем-то, да, как работает распродажа в магазинах Ndetex, да. У нас с вами есть определенные дни переоценок. Это там среда, четверг, пятница, я, честно говоря, уже не помню. Как правило, это по четвергам идет переоценка на одежду именно. В какие-то дни там бывают отдельно обувь и аксессуары. Там свои схемы, да, не будем в них уже углубляться настолько. И вот у нас, смотрите, раз первый этап распродажи, да, там это вот один четверг. Потом проходит неделя, и вещи переоцениваются еще там на несколько сотен. Потом, бас, может быть, еще на несколько тысяч. Какие-то определенные позиции будут обесцениваться, переоцениваться. Особенно те, которые нужно срочно-срочно слить, которых стало много и так далее. Обычно это вещи, которые прям идут максимально не в сезон. Из раздела того, что в летний сезон отлично сливается какая-то верхняя одежда. Ну, потому что лето, жара, летние распродажи, как правило, происходят, да, это июль-август, да, когда максимальная жара, и кто как бы купит это шерстяное пальто. И поэтому оно сразу же сливается максимально. Там было 12 тысяч, на первом этапе оно стало там уже 8 тысяч, через неделю уже 6 тысяч, а через недели 3 оно уже лежит за 4, а через месяц оно уже лежит за тысячи 2. То есть вот настолько это все работает. То есть вот вы сейчас поняли, да, как работает распродажа, как работает доставка, а теперь объясняю в чем суть. Вот у нас с вами есть интернет-магазин, на котором есть все. Там есть гораздо больше, чем в вашей пресловутой Заре. Ну, если вы, конечно, не в Питере или Москве, хотя там столько людей будет в эту Зару ходить. Я не знаю, честно говоря, кто любит оффлайн-шопинг во время распродажи, но это адовая жесть, это надо с собой сгибаться за свои же деньги, поэтому онлайн это наше все. И у нас с вами есть онлайн Зара, на которой вообще есть все. Что мы с вами делаем? Мы с вами вот в эти первые 3 дня, когда мы ничего не можем заказать, добавляем все в свой виш-лист, в свою корзину и отслеживаем вообще товары. В Заре есть отличный момент. Вы вроде бы не можете понять, сколько товаров в наличии, но если вы накидаете дофига просто, да, вот этого товара, там, не знаю, футболок 10 штук размера L, то вам Зара в корзине, кстати, напишет то, что, извините, осталось всего 2 в наличии, и как бы поэтому вам придется подубавить ваш пыл, да, и ваше желание. Поэтому что вы делаете, вы понимаете, вы отслеживаете, сколько товара у вас осталось в течение этих трех дней. Но вы, наверное, сейчас думаете, блин, Женя, если за эти 3 дня мы у вечера скупят, что же делать, да, все очень плохо, но есть лайфхак, еще один, про который нужно и важно знать. Вы как раз-таки можете взять все эти артикула ваших вещей, заскринить, либо прийти с этой корзиной в магазин, подойти к любому продавцу-консультанту и показать, мне нужно это, 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 заказывай. Заказывай куда? Заказывай в магазин. Вы же поняли, что вещи у нас будут храниться в магазине, а не у вас дома, правильно? Поэтому делаем заказ исключительно в магазин. И вот именно, наверное, из-за этой схемы, как бы в магазин ничего, ну, как бы и нельзя заказывать первые 3 дня. Поэтому можно заказать исключительно от продавцов-консультантов в эти 3 дня, без проблем. Если вам лень куда-то идти, ну, позвоните в эту зару, да, вашего города. Ну, зайдите в свое приложение с картами, нажмите на ваш торговый центр, выберите эту зару, массиво, я не знаю, что-нибудь, и попросите вам эту вещь заказать. И тогда вы уже вообще полностью застрахованы от того, что эту вещь купят. Ну, мне, как правило, это делать лень, поэтому, окей, я жду 3 дня. Если вещь остается какая-нибудь максимально крутая, то что я делаю? Я беру ее и, как вы понимаете, заказываю. В итоге она ко мне, смотрите, обычная математика. Уже прошло 3 дня от распродажи, да. Откроем сейчас этот календарь. Вот, у нас распродажа, к примеру, началась 20-го. Окей, 21-го, 22-го, 23-го я ничего не заказывал, да, 24-го у меня уже оформленная корзина. Что я делаю? Я делаю заказ. Я этот заказ делаю и, окей, он ко мне летит буквально, ну, пусть будет 7-8 дней. Прилетает относительно, там, 1-го января, но это очень маловероятно, потому что это максимальная загруженность. Скорее всего, он вообще опоздает очень сильно. И прилетит ли января так 3-го. И что мы дальше смотрим? Этот товар обязан храниться 10 дней, да. С 3-го января он будет храниться до 13-го. Окей, понимаете, уже прошло раз, два, три, четыре переоценки вещи. Он, о боже мой, он реально хранится до 13-го, но не факт, не факт. Потому что из-за максимальной загруженности склада в этот момент ваши вещи могут хранить там даже больше 10 дней. На моей памяти, когда я первый раз все это делал, особенно в новогодний период, загруженность будет максимальная, мой товар хранился, просто людям было сложно и лень его высунуть, 20 дней. И в итоге мой товар будет храниться с 13-го по 23-е. То есть по факту я переживаю, когда я вот делаю этот заказ 4-5 переоценок. Что происходит дальше? Ваш товар достают со склада, интернет-магазина, распаковывают и вешают в магазин. Вот тут-то есть фишка, многие думают, как все происходит. Ваш товар привезли, если он там отлежался, то его отвезли обратно на склад. Да ни хрена так не работает. Ваш товар берут, распаковывают и вешают обратно в магазин. Вот в чем заключается фишка. Вот это транспортировка туда-обрата, дополнительные затраты. Товар будет продаваться в вашем магазине. И что вы делаете? Вы отслеживаете свой заказ и ждете того момента, когда он у вас будет отменен. Он у вас все это время будет в статусе в магазине, но он у вас потом, бас, и появится в статусе отменен. И как только будет статус отменен, вот тогда-то и будет классно. Потому что в этот момент ваш товар продавцы-консультанты вынесли в магазин. И вы можете спокойно в этот день возвращаться в магазин и покупать его по максимально сниженным ценам. Чтобы вы понимали, вот сейчас вот я, вот видите, на мне обувь, да, вот эта. Немного грязновато, но вот это офигенные казаки из магазина Zara, да. Просто офигенные, на которые мне часто дают комплименты. Думают, это за деканвальтер, либо еще что-то. То есть, ну, как бы люди из люк-сегмента меня вечно спрашивают про эти казаки. Это Zara Premium. 9000 они стоили в прошлом сезоне. И благодаря своей схеме я их взял, знаете, за сколько? За 2000. 2000 вместо 9000. Также у меня есть, как пример, одно пальто, которое стоило 15 или 16, а я его взял за 2500. И в этом и есть фишка масс-маркет. Это вещи, которые не стоят ничего. И вы этим должны пользоваться. Вы этим должны пользоваться. И пользоваться этой схемой, потому что почему бы вам не экономить настоящие деньги? Я вам говорю сейчас про настоящую экономию ваших денег, а не про какие-то там мнимые вещи. А про то, как работает просто схема, и вы можете ее применить на себе. Поэтому пользуйтесь, радуйтесь жизнью, экономьте деньги на такой одежде, чтобы потом, ну, не знаю, покупать Acno Studios, Dior, Chanel, дай бог, да, как бы, дай бог, внешеный Lidior покупать в будущем. Надеюсь, наэкономлюсь. Вот. О, Дим, это, кстати, ты уже пришел? Ну, привет. А ты как раз ко мне в концовку попал. Да, я тебя не видел. Добрый вечер. Добрый. Так, ну и в принципе, на самом деле, это все, что я хотел рассказать. Поэтому, наверное, на этом все. Единственное, наверное, что я хотел бы добавить, да, то, что почему я сейчас говорю про Zara, а не про Massimo, не про Bershka, не про Pulimbir, потому что Zara в Inditex является, наверное, самым развитым магазином в принципе, и чем вы, в принципе, можете пользоваться, и чем вы должны, на самом деле, пользоваться, да, потому что там спустя только три дня вы можете уже делать заказ, там вы можете делать заказ на огромные суммы, потому что Massimo Dutti, к примеру, в моем городе, он очень долгое время мне не дает возможности заказать к себе в магазин что-то из раздела распродажа. Удивительно, почему, но это так. В Pulimbirе или в Bershka, вот я помню, в Bershka я когда делал заказы, для видео мне это было нужно, как бы, благо, не для жизни, там, когда я брал вещи, я увидел то, что их склад – это всего лишь маленькая, как бы, ну, понимаете, заказ, и стоит два шкафчика. То есть это даже складом назвать сложно, поэтому Bershka, Pulimbir, Massimo Dutti тоже работают по этим же, на самом деле, схему с переоценками, но их развитость очень сильно уступает Zara во всем, ну, просто во всем. Поэтому, в первую очередь, идеально и точно все это работает именно на Zara, там, где вы можете действительно хорошо одеться, классно одеться, и в дальнейшем радоваться случившемуся шоппингу. Я вам вообще советую, вообще очень мой большой совет, вот по этой схеме брать какие-то премиальные, крутые вещи из Zara, потому что они обесцениваются ровно так же, как и, по сути, дешевые вещи. Вернее, они падают в цене до такого же уровня, потому что Zara работает по схеме групп. То есть пальто, бац, все пальто по 3 тысячи, и неважно, сколько оно стоило, 5 тысяч или 12, потому что они все станут стоить 3 тысячи. И, как бы, естественно, лучше купить то, которое изначально стоило 12, потому что оно с примесью кашемиры, и там вообще-то много шерсти, и почти нет никакого акрила, к примеру, да, и там хороший подклад. Поэтому вещи в Zara можно покупать отличные, крутые, классного качества, но если вы это будете делать через сайт, и в идеале по этой схеме, дабы экономить на всем этом деньги, у вас они оставались на вещи, от которых вы, наверное, будете получать какое-то иное удовольствие, как, к примеру, получаю. Я, ну, покупаю одежду в масс-маркетах так, а в обычной одежду покупаю по-обычному, там, не знаю, какая-то, Magna Studios, Raph Simmons, что там еще у нас, да, у людей простых. Ну, ладно, все, давайте, все, ребят, на этом все. Всем пока, этим роликом делитесь, на Инстаграм мой подписывайтесь, если такой совет отличный. Всех с наступающим Новым годом, праздником, праздниками, и давайте, все, отличного настроения, пока. Субтитры сделал DimaTorzok